Всем привет, вы на канале Серега Влог Джермании. Все что происходит внутри Бермании. Мы покажем и расскажем вам последние новости. Профсоюз считает, что надо соблюдать требования маски. Пандемия короны все еще присутствует, то же самое должно также применяться к защитным мерам, включая ношение маски, сказала Дивельт Стефани Нутце Бергер, которая отвечает за торговлю. Снятие требования о маске стимулировала министра экономики Мекленбург переднее помирание Глеева для его страны и получила почти только критику за это. Доля голодающих в мировом населении неуклонно падает. В 2000 году этот показатель составлял 14,8%. В 2018 году – 10,8%. Это около 822 миллионов человек. Вольт Хунгерхилфе предупреждает, что это число может возрасти до миллиарда. Согласно годовому отчету агентства по оказанию помощи, изменения климата и войны оставались главными факторами голода. Кроме того, пандемия короны действует как ускоритель огня. Предупредил Вольт Хунгерхилфе, последствия COVID-19 особенно разрушительны для самых бедных. Все больше людей попадали в абсолютную нищету и не могли выжить без посторонней помощи. Экономический спад, вызванный коронным кризисом, вероятно, будет сильнее в Европе, чем предполагалось ранее. Это вытекает из нового прогноза комиссии ЕС. Согласно этому, объем производства в ЕС может снизиться на 8,3%. Это почти на 1% пункт больше, чем ожидалось ранее. Комиссия объяснила худший прогноз тем, что требования к короне будут отменяться медленнее, чем ожидалось. Комиссия ожидает роста на 5,8% в следующем году. Вартия Левой в Бундестаге обвиняют большую коалицию в том, что она задерживает запрет на перевозку живых животных на большие расстояния. Пресс-секретарь сельскохозяйственной политики фракции Левого Бундестага Такман заявил в Инфораде, что соответствующее решение европейского суда еще не выполнено. Соответственно, стандарты ЕС по защите животных должны соблюдаться до места назначения или транспортировка должна быть запрещена. Активисты по защите прав животных обвиняют ветеринаров Бранденбурга в том, что они, в частности, одобрили транспортировку живого скота в Узбекистан и Казахстан, не проверив, достаточно ли у животных отдыха и физических упражнений. Поэтому Организация по защите животных «Четыре лапы» подала уголовную жалобу. И последние новости на сегодня. Многие молодые люди в Германии в основном заинтересованы в работе по уходу и образованию. Это вытекает из репрезентативного исследования, представленного федеральным министром по делам семьи Гифи. Однако большинство опрошенных в возрасте от 14 до 20 лет хотят больше заработной платы и лучших условий труда. Для министра по делам семьи исследования показывает, что потенциал в основном существует для педагогической и сестринской профессии. Гифи обратился к федеральным землям с призывом значительно увеличить подготовку и кадровый потенциал. В среднесрочной перспективе потребуется много новых преподавателей для расширения ухода за детьми. И на этом у нас все новости на сегодня. Всем доброго вечера.